Вы знаете, мне иногда, ну не иногда, а часто новички говорят, вдруг ты не похож на алкоголика, да? Я всегда говорю, слава богу, что на этой группе есть живые люди, которые меня видели в употреблении, да? Они могут вам сказать, что я действительно алкоголик, что я не какой-то не тешавшийся психолог, а я действительно алкоголик, и я чуть не умер от этой болезни, да? И я всегда говорю, что мне повезло, мне повезло в том плане, что я познакомился с анонимными алкоголиками, потому что далеко не всем так везет, несмотря на то, что мы живем сегодня не в 1939 году, а в 2024 есть там интернет-ресурсы, да какие хотите, да, там, в общем, и открытость информации, да, и где угодно, можно прочитать об анонимных алкоголиках, о болезни алкоголизма, о нашем сообществе. Все равно, вы знаете, находятся люди, да, не часто они попадаются, которые имеют проблему, но ничего не слышали об ИАИ, да? Ну, то есть, у человека есть проблемы с алкоголем, да, буквально два дня назад, звонок в телефон, мне сначала мне пишут ворцепер, значит, я такая-то, такая-то, да, у меня есть проблемы, да, вот, мне, одна девочка, одна из наших девочек, которые, там, ходили на нашу группу, и, слава Богу, трезвые, почему она отдала, отдала твой телефон, у меня есть проблемы с алкоголем, я пишу, звони, это в шаббат было, да, вот, ну, могу сейчас поплачу, позвоню, да, ну, она поплакала, позвонила, мы с ним проговорили, действительно, человек, ну, понятия не имеет об анонимных алкоголиков, что это вообще, с чем не едят, на учебу есть проблемы, да, то есть, опять же, мы не ставим никому диагноз, и это не моя задача, да, ну, я говорю, я могу тебе помочь поставить диагноз, я могу тебе рассказать свою историю, вот, все, что у меня есть, это вот, вот это вот то, что, то, что я сам сделал, да, все, и все, два, наверное, вот, поговорили, да, ну, вы знаете, у меня есть такая фишка, да, я любому, как бы, алкоголику, да, самому пропитанному, там, буду делать 12 шаг, это моя работа, да, ну, почему-то, если попадается молодая и симпатичная женщина, то у меня это получается легче, вот так работает, ну, сегодня я не парюсь по этому поводу, да, я знаю, что в божьем хозяйстве ничего не пропадает даром, и он может использовать мои вот эти недостатки во благо, да, действительно, у него это, только у него это может получиться, ну, вот, проговорили часа два, ну, у человека там действительно проблемы, я говорю, давай, вот я это самое, я тебе могу послать ссылку, подпишись на наши группы, форум-группа, да, вот, есть, есть вообще живые группы, да, где тебе удобнее, там, она живет в центре, я говорю, пожалуйста, группа вторая, группа плотями, грифа, где у тебя самое ближнее, выбирай, пожалуйста, да, вот, и, в общем, ну, мы проговорили, она говорит, слушай, я не понимаю, ты, ты, говорит, этот, ну, волонтер, ты психолог, ты кто вообще, да, я говорю, нет, я такой же алкоголик, как и ты, да, а может еще и хуже, ты скажешь, что еще хуже, да, в общем, это, это, шаббат, я тебе позвонила, и ты со мной, вот это, вот, час сорок, ты разговаривал, я говорю, знаешь, вот, есть такая фишка, да, вот, водонимых алкоголиков, я не знаю, останешься ли ты трезвой, да, может быть и нет, да, ну, я в результате вот этого разговора, да, я точно сегодня бухать не пойду, да, вот так это работает, да, вот так это работает в водонимых алкоголиках, то есть один алкоголик протрезвел, да, он начинает тут же помогать другому, да, ну, сегодня я стараюсь не делать это насильно, да, раньше под вопросом, да, вот, ну, вы знаете, когда протрезвел, я хотел всех, в общем, мессия такой, да, в общем, не то, что волонтер, а там этот, как-то, я все хотел распихать по сообществу, ставил диагнозы на раз, да, тебе в ВАНОН, тебе в наркоманы, тебе в ВНА, сегодня я так не делаю, да, ну, слава Богу, я это плену, да, у меня этот энтузиазм у меня сегодня прошел, то есть не то, что я не буду этого делать, да, ну, я буду это делать, если человек попросит помощи, да, вот, я не полезу вот этим, вот, если, если человеку хорошо употребление, да, вот вообще серьезно, если вот человеку нормально с тем, что он бухает, ну, ему нафиг не нужно, да, ну, мы только будем мешать, ну, реально, если мне было, пока мне было хорошо употребление, мы могли катиться, как и дрени, фини, совсем, с доктором Бобом, с Биллой, с Биллом, со всеми своими книгами и со всеми своими сороками трезвостями, пока это работало в моей жизни, пока алкоголь работал в моей жизни, мы могли все убираться к чертовой бабушке, да, вот, и я никаких доводов не слушал, а потом начинают, слушай, а у вас что там, вот, про Бога, да, вот эта же женщина, так мне уже пишет потом, я говорю, слушай, ну, мне трудно тебе объяснить все это, как-то за полтора часа, приходи, да, у тебя все объясним, все пока, у нас все добровольно, не надо документов предъявлять, не надо деньги платить, да, и нам пишет, знаешь, у вас что-то там вот про Бога, что-то там вот религиозное, а мне нужна эмоциональная поддержка, я говорю, ну, блин, хорошо, что ты знаешь, что тебе надо, да, ну, к сожалению, вот если взять мой опыт, да, то мне это ни хрена не помогло, ну, реально, ребята, если вы меня сегодня пожалеете, или я пожалею сейчас у какого-то бухающего алкоголика, чем это ему поможет, да, ну, вместе поплачу, вместе с лопкой попускаем, да, я хотел, да, вот это то, зачем я пришел в анонимный алкоголик, я же не пришел сюда за выздоровлением, да, реально, мне было хреново, я пришел за облегчение, да, оказалось, что это так не работает, да, подоголовка поговорит, поплакать со мной, пожалеть меня, бедного, да, ни хрена мне это не даст, психологи мне ни хрена не дали, они тоже могли говорить о том, о причинах моего падения, да, да, о причинах я могу говорить, блин, вот, вот сегодня и еще неделю вперед, да, кто там виноват, деревянные игрушки, мои родители, Брежневское правительство, советская власть или еще что-то, да, да кто угодно, только не я виноват в своем алкоголизме, да, вот, знаете, когда я все-таки открыл книгу «Анонимный алкоголик» и стал читать ее со спонсором и дошел до 60-й страницы, сказали, там есть такая фраза, там мы сами являемся причиной своих бед, да, он с вами сказал, «Дрех, ты сам, причина своих бед», вот, окей, сказал я, он говорит, но здесь есть хорошие новости, да, я говорю, а в чем это, собственно говоря, хорошие новости, да, я сам являюсь причиной своих бед, он мне объяснил на пальцах, да, простая программа для сложных людей, а я очень сложный человек, да, он говорит, все просто, да, если твоя проблема в, я не знаю, в китайцах, в американцах, в ней стерве, да, или в начальнике мудрости, или в коронавирусе, или еще в чем-то, да, то тебе хана, да, потому что ничего я не могу поделать ни с китайцами, ни с американцами, ни с украинцами, да, ни с коронавирусом, даже с ней стервой я тоже ничего не могу поделать, да, изменить я ее не могу, а вот если я сам являюсь причиной своих бед, вот здесь можно, есть над чем поработать, да вот себя я могу изменить, свое отношение я могу изменить, да, вот над этим как раз мы и работаем, потому что, вообще, вот, то, что Юля сказала, вы знаете, что самое хреновое, да, вот, в трезвости, вообще, я абсолютно уверен, что алкоголизм начинается тогда, когда ты отставляешь в сторону бутылку, ну, когда ты закрываешь эту бутылку и выкидываешь ее, да, тогда начинается алкоголизм, пока я бухаю, у меня всегда есть решение, да, у меня есть этот эликсир, у меня есть вот это вот, и это работает быстро, да, слава богу, мне вот люди, которые, я вот вспомнил, как раз эта женщина, которая мне позвонила, сейчас 40, я вспомнил, сколько эти люди, вот, анонимных алкоголиков, да, еще сколько лет назад тратили на меня часами, чтобы объяснять вот эти простые вещи, для меня, знаете, много лет, через 10, начало доходить, проваливаться, как говорят на иврите, да, Симон проваливается, бум-бум-бум, вот, многие вещи так доходят, да, вообще, говорят, и я помню, что мой первый спонсор еще говорил мне, вот, такую фразу я очень хорошо запомнил, да, в чем преимущество алкоголя, да, и в чем недостаток программы, программа 12 шагов анонимных алкоголиков, преимущество алкоголя, он платит наличными, тут же, да, вот я поднял стакан, я налил, я выпил, я тут же получил эффект, тут же, да, да, в ту же минуту сраба будет вот это, неважно, что это будет на полчаса, да, и потом не будет хреново, это будет, да, а программа работает, ребята, программа анонимных алкоголиков работает, я сам тому свидетелю, Юля тому свидетелю, много здесь есть достаточно свидетелей, которые могут подтвердить это, да, и, но она работает медленно, чтобы дождаться каких-то результатов, да, не придется набраться сменения, не придется набраться пения, да, а вот знаете, вот то, что Юля говорила, и очень мне отзывается, это вот самое хреновое в трезвости, когда, представляете, вот ты трезв, да, тебе хреново, да, а бухать уже не вариант, да, ну, то есть я понимаю, что я подниму стакан, я сдохну на хрен, да, вот, а мне хреново в трезвости, что с этой трезвостью делали, как в этом, да, вот, когда человек, может, я могу покончить жить самоубийством, да, потому что если бы мне не повезло, и вы не дали бы мне то, что предлагаясь ваша программа, да, мне было бы хана, да, я бы, наверное, покончил жизнь самоубийством в трезвости, потому что это как раз и есть, вот это вот, что такое я трезвый, да, ну, во-первых, физическая трезвость для меня еще ни о чем не говорит, да, отставить в сторону бутылку, это, блин, еще не трезвость, ребята, да, это я затыкаю эту бутылку, оставляю ее в сторону, и я веду себя как неврастенник в стадии обострения, да, ну, реально, да, психическое заболевание, у меня есть оно, да, вот, и что мне с этим делать, да, известны случаи, да, это не я, я скину, я там, клеен-си-иметси-нотицирую, известны случаи, когда человек вынужден пойти бухать, чтобы не сойти с ума, да, вот алкоголик вынужден пойти бухать, чтобы не сойти с ума, да, вынужден, и не покончить жизнь самоубийством, мне знакомо такое состояние, я отвечаю за базар, да, и вот, что с этим делать, вот, что такое программа, что она мне дает вообще, да, медальку, да, ну, красивая медалька, да, все посмотрели, да, вообще, мне она дает то, что я, не употребляя сегодня никаких веществ, изменяющих сознание, могу жить в этом мире, да, и за пять лет никого не убил, представляете, то есть я бы и напился, или кого-нибудь точно убил бы, да, может быть, даже не одного человека, да, а я этого не сделал, то есть, вот, результат этой программы, да, то, что у меня временами бывает душевный покой, то, что я воспринимаю этот мир, это, опять же, тоже не мои слова, а слава богу, что плагиат у нас приветствуется, да, в доселе неведанном мне комфортном уровне, этот мир, который казался мне враждебным, да, несмотря ни на что, я его воспринимаю сегодня адекватно, нормально, со смирением, даже когда война, даже когда хреново, да, я понимаю, что я с этим ничего не могу поделать, да, что, кстати, вот, не так давно, да, я приезжаю на группу, как раз война же началась, да, у нас есть молодые ребята, которые там служат, которых прямо с первого дня, да, а мне же голова говорит, блин, надо идти убивать хамасовцев, ну, надо же, блин, как же они без меня, ну, как же без Андрея, что, они справятся, что ли, ну, реально, это голова мне рассказывает, да, в общем, понятно же дело, что я бы, как бы, в употреблении своем, я бы взял, там, энное количество и начал бы воевать, там, не выходя из дома, да, воевал бы с алкоголем, а в голове бы я уже расчернил всех хамасовцев и джихадовцев, и хизбалу, и всех остальных, да, вот, ну, голова временами рассказывает, надо бы, конечно, ну, ты старый, там, если ребята помоложе, ну, реально, вот здравомыслие мне говорит, да, Бог мне возвращает здравомыслие, а не динами, да, я говорю, знаете, что этот парень сказал, он звонит мне как раз перед группой, говорит, Дрюхо, успокойся, ты на передовой, у тебя своя передовая, вот так, вот, вот здесь, вот, вот это моя передовая, вот здесь я могу быть реально полезен, да, могу ли я быть там полезен, да, ну, это под вопросом, да, а здесь я, естественно, могу быть полезен, и это делается, и это, это, большое счастье, у меня есть смысл в жизни, да, я сегодня знаю, что моя трезвость, это не для меня, ребят, вот реально не для меня, да, Бог оставил мне, во-первых, конечно, и несмотря на все мои предубеждения, действительно, это заслуга Бога, то, что я сегодня трезвый, живой, здоровый, да, ну, реально, и даже мне иногда говорят, что я не похож на алкоголика, это не потому, что я, как бы, внешне не похож на алкоголика, я уже, наверное, внешне давно не похож на алкоголиков, а, наверное, спасибо. Нет, те, кто давно в этой теме, обычно те, кто давно в этой теме понимают, что это, как бы, кто на кого похож, мы не понимаем, но для меня это комплимент, почему, потому что я надеюсь, что я не веду себя как алкоголик, да, не то, что я не бухаю, да, от меня не пахнет, я там не шатаюсь, а я временами все-таки веду себя адекватно, Бог возвращает нам здравомыслия, да, он возвращает мне здравомыслия, опять же, я всегда повторюсь, что это не константа, да, это, мне надо продолжать то, что я делаю, чтобы это здравомыслие от меня не ускользнуло, это не константа, Бог возвращает нам здравомыслия, но моя задача поддерживать вот эту связь, да, между мной и им, и быть полезным, вот, вот, цитирую, есть такая фраза в книге анонимной алкоголики, да, а само наше существование, а мы в прошлом, люди, не употребляющие спиртными напитками, сколько закрывается, зависит от нашей постоянной заботы о других, и от того, насколько мы можем быть им полезными, ну, почти дословно, может быть, пару букв перепутал, да, то есть это, ребята, это не в двенадцатом шаге написано, это написано в первом шаге, в начале книги, такая фраза, да, вот я сижу со спонсором, читаю такую фразу, да, то есть это мое существование, зависит от того, насколько я полезен вам, мое существование, вот так работают анонимные алкоголики, да, и это действительно, и, и слава богу, да, ну, потому что реально, я бы не выжил, без анонимных алкоголиков, я бы не выжил в этом мире, да, ну, может быть, сидел бы в тюрьме, там, убив кого-нибудь, да, но это, наверное, самый, такой, радужный для меня сценарий, да, ну, это реально, я не знаю, кому что помогает, да, я сидел недалек от того, чтобы, мы не претендуем ни на какую монополию, да, кому что помогает, кому-то может поможет эмоциональная, не психологическая поддержка, дай бог вам, ребята, дай бог, я не претендую ни на какую монополию, я видел таких людей, которые справляются, как-то справляются, да, а я не могу, я пробовал сам без анонимных алкоголиков, я пробовал без бога, у меня ни хрена не получилось, да, хотя я какое-то время мог умничать и ходить на ваши группы и посматривать на них, ну, конечно, я думал, ну, это вам нужны вот это, все 12 шагов, вся эта программа, да, а я проскочу, а я проскочу, ну, я найду, как бы, обходной путь, да, я люблю обходные пути, я люблю вот эти, вот, знаете, все, все, мне сказали, брат, ты убедишься в том, что Т-образный перекресток, как я сегодня объясняю подопечным, да, то есть ты приехал на Т-образный перекресток, впереди бетонная стена, назад дороги нет, есть либо направо, есть либо налево, налево это сдохнуть от алкоголизма, ну, там есть промежуточные станции, можно в двурке полежать, можно в тюрьме посидеть, можно еще где-нибудь там, ну, там, во многих местах я уже бывал, из этих, которые могут быть промежуточные станции, ну, в конце концов, я сдохну от алкоголизма, причем это не будет такая, знаете, почетная смерть, дети будут подавать мне лекарства, в воду, блин, я сдохну в одиночестве, от меня отвернутся все, да, все, у меня в жизни уже был такой период, когда, когда я пришел в анонимные алкоголики, они сказали, Андрюха, мы тебе рады, блин, место другого не оставалось на этой земле, где мне были рады, только в этих, блин, анонимных алкоголиков, серьезно, полное отчаяние, полное одиночество, да, полная безнадега, да, вот когда я не ту, чтобы я сразу, конечно, им поверил, да, надежду они мне дали, да, надежду, и я хочу сказать, ну, вот, заканчиваю сейчас, да, я хочу сказать, что каждый может получить не медальку за 5 лет, или за 15, я, Юля, кстати, должен медальку, я, должен, ребят, ты же обосил судима, все свидетели, должен, надо бы, да, то, что есть у меня, то, что есть у Юли, то, что есть у Иры, каждый может получить это, да, но для этого придется работать, получить, это не просто получить, а если вы хотите обрести, да, книги написано обрести, обрести это глагол, да, получить тоже глагол, но обрести это придется принимать какие-то действия, да, то есть, не, И не само оно спрыгнет с неба и обрушится. Мне придется пахать на свой треск, мне придется работать. Кстати, болезнь прогрессирующая. Я сегодня делаю гораздо больше реально. Вряд ли я пойду бухать, даже если вы все на меня обидитесь. И она стерва мне не даст сегодня. Я сегодня не пойду бухать. Но это есть какой-то запас с Божьей помощью. Но я знаю, что болезнь прогрессирующая. Мне приходится делать еще больше, чем я делал в начале. Наверное, чем дальше влез, тем толще портфеляет. Так работает оно. Так что добро пожаловать. И действительно это работает. Спасибо. Спасибо. Кто хочет поздравить, кто хочет высказать, кто коротенько. Куда не может, товарищ.